Вообще просто это нереальная нереальность. Что нереальная? А, вот это вот от терметра. Ну да, но генератору тоже так от этого не весело застановится. Но это советский генератор. Ты серьезно? Почему бы нет? Змеи, это спайдермен змеи, да. Доброе утро, как всегда. Утро, как всегда, сфера. Георгий Саныч. Здорово. Георгий Саныч, привет. Привет. Что у тебя с лицом? Утро начинается не с кофе. Не с кофе? Ну, вернее, с кофе. Ну, кофе-то я вижу. С этого дерьма. Вот это вот так теперь называется? Ну, короче. Волгарь. Ну? Это такой автомобиль. Ну? Сейчас ездишь. Ну? Неделю чинишь. А, да? Да. И что у тебя? Ну, у тебя закипает немножко. А что кипит-то? Что случилось? Опять зарядки нет. Ну, вернее, она есть. Оно появляется, исчезает. Появляется, исчезает. Появляется, исчезает. Появляется, исчезает. Ну, да. А, да. Потом кто-то подумал, что там неправильно. Ага. И написали неправильно. Первый, второй, четвертый, третий. То есть, как бы, колоссальные нравственные страдания испытывали люди. То есть, над этой книгой кто-то прям очень долго... Но потом они все-таки перешли к схеме. Первый, третий, четвертый, второй работают. А, правильно, да? Перешли в конечном итоге. Но зарядка у нас все равно она-то появляется, то исчезает. А мы сегодня должны были... Уже нас ждут. Мы должны были гнать Волгарь в малярку. Но мы не можем этого сделать. Пока он технически не будет полностью работать. Вот заведи дроволет. Завести. Ну, давай. Ключ там такой есть. Зажигание, да. Да. Чудеса на виражах, блин. Да, я-то готов к чему. Давай. Ох ты, ёпт твою мать. Опять в обратку. Ну, вот сейчас зарядка есть. А погазуй. Все, все. Глуши. Слушай, ну она отваливается. Там амперметр вообще с ума сходит. Он то в плюсе, то в минус. Здесь просто как вот это фигательно работает. Поскольку у нас же генератор работает как динамо из каменного века. Ну. Здесь вот эта вот релюха крайняя, она должна отщелкивать. Она отщелкивает, но это все как-то вместе некорректно работает, чтобы перезаряда не было. Я мерил, и перезаряд есть. Короче, все есть. Проблема в релюхе. Ну, в реле-регуляторе, в смысле. Так, а где ты возьмешь сейчас дедушку, который может отрегулировать? Я тебе говорю, вот мануал лежит. Вот он, вот он старинный. Нет. Я все по вот этому мануалу, понимаешь, он олень нарисован. Ну, как олень я все это регулировал. Хотя видно. Ну, видно, да? Даже волосы так не ровно. С утра. Я уже час вообще вот этим сексом занимаюсь. Ну, слушай, ну это не есть хорошо. Надо с этим что-то делать. Что с этим делать? Я единственное, что я могу сделать, я позвонил Димону. Ну. Стартер. Компанию, который делал нам, генерал Димон, такая тема. Он говорит, слушай, ну были прецеденты, можно попробовать, я подчеркиваю, переделать вот этот реле-регулятор на современный. То есть, взять отсюда все вот эти вот релюхи. А, дезуалировать? Изъять и поставить сюда, да. Современный? Современный реле-регулятор небольшой. То есть, коробка будет выглядеть как коробка, то есть, внешне, аутентично, да. А внутри будет современный реле-регулятор. Но это может быть. Это не сто процентов, я понимаю. И с карбюратором тоже какая-то херня, потому что он все равно переливает, падла. Ну да, в натуре. Сейчас съездишь, неделю чинишь. Опять, да? Сейчас жопа сгорит вообще. Может быть там, я еще раз, я уже почистил этот винт качества смеси, вот эта вся фигня. А чем он успел мог засраться-то? Что его чистить-то? Волгарь. Я понял, ладно, все хорошо. Короче, все, что мы сейчас можем сделать, это поехать к Димону и посмотреть, что будет происходить. Ну че, ну че, ну че, ну че, поехали, че. А должны были в малярку уже ехать? Ну давай к Димону, потом в малярку. Нормальный же план? Да, башня Газпрома, олень на капоте, а здесь такая дискотека. Чертов реле регулятор. Спидаметр вроде ожил, но все равно. Ой да, надо что-то делать, что-то надо делать. Ну наконец-то мы добрались до стартера СПБ. Заезжаем в бокс и будем, соответственно, регулировать наши все моменты, связанные с генератором. Так вот, тут юзика так-то вообще прям бу-бу-бу-бу-бу. Мощная!!! мощно агутчик да так и есть добро пожаловать вообще просто это нереальная нереальный а вот генератору тоже так от этого не весело за становится но это советский генератор надеюсь все будет хорошо добрались мопед suzuki привет не побыть этого слова лучшим людям лучшим людям из компании стартер бонджорно привет привет лучшим людям у вас патриот мое почтение да короче дим димыч там сейчас вот решает технические вопросы сейчас придет ты серьезно почему нет змеи это спайдермен змеи да в общем у нас есть несколько вариантов значит штатный реле регулятор никто не знаю кто ты но как вы какая-то осьминога и далее идут более современные технические электрические устройства короче что то вот из этого должно дать нам стабильный заряд немало не важно да и не уход в перезаряд это поняли 16 вольт на аккумуляторе этого но и из-за как и троха и потом сразу минус вообще в разрядка короче пока ехали димон он танцевал вообще просто на 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 удивительный конечно тут 40 лет ничего не трогали ты не поверишь он новый черт побери падла но видимо года берут свое зачем они новые не значит что исправно это же отечественная техника это надо доработать чуть-чуть подкрутить до подпилить до короче в общем веру и чтобы вот это все но что-то из этого многообразия влиплась сюда в коробочку эту и выглядело как штатно все зови сейчас только от одного человека меня на если как бы если что в крайнем случае если что-то пойдет не так у нас есть титановый лом в багажнике до сама сама самый настоящее минус и нормально читал легкий не страшно на он легкий кстати да такой первый раз я вам вижу легкий прям можно прям по ним пальцем практически будет подготовленный подготовленных таким клиентам ломоприемник я понял это человек нет я на на тот случай если вдруг ты как бы захочешь не стресс взять лом в качестве чтобы клиента для снятия стресса у нас есть другие места специально все не надо не а не говорила не будем рассказывать будем пытаться изобрести будем чинить будем чревать регулирует результатах как говорится сообщим чуть позже да наши зрители узнает об этом буквально через а у нас может пройти понимаешь достаточно долгое количество времени тем не менее магии кино но вот эта штука мне явно нравится она какая-то такая понимаешь какая-то прям уж прям уж вот это вот выглядит гуф еще лучше только она не работает ну да не жмяк а там тире стороны . я не знаю но не важно но осьминога прикольная короче у алгари живи в малярку съездили блин ну что теслы сколько можно то уже друзья начнется для вас прошло буквально может быть несколько секунд для нас по прошло уже часа три не побоюсь этого слова сейчас мы с дмитрием в общем решили вернуться в сток да потому что очень долго обсуждали жевали друг другу мозги про прочие так сказать радости радости до 1 сергеевич вон же жмякал осьминога и мы пришли к тому что поскольку автомобиль советский и тесла система работала десятилетиями нет смысла нарушать ее новодел до оставляем баланс оставляем в реле восстанавливаем его за все зазоры и как бы вот сейчас мы решили все 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 что такое можно пропаять значит почистить контакты специальным надфилем как бы и выставить пружины благо как бы мы нашли всю технику техническую линии документации то что это было несложно схема есть интернет нам помог что можете сказать про это ну вообще изначально у нас на машине по всей видимости не работает вот это первый реле обратного тока который как раз запускает наш генератор подключает его в цепь цепь она у нас не срабатывала точнее периодически то работала фишка в том что она жмякала но щелкала да но не адекватно не в тот момент так и когда она включалась вот этот вот наш третий реле регулятор напряжения регулятор напряжения тоже отключался слишком на низком вольтаже то есть не давал поднять вольтаж до нужного нам уровня на причем сейчас сам сам интересно да как вот это все работает представишь даже вот здесь контакты пружинка да там магнитное поле создается то здесь стоит пружина которая все это дело там размыкает и вот в балансе между уровнем магнитного поля и натяжением этой пружины это все регулируется то есть одна механика на сплошная механика никакой электроники и очень интересно я вижу если как дым идет но неплохо а на самом деле фишка в том что как бы вот это часто как бы восстанавливается пропаиваться все контакты сейчас все будет чистится в багажнике мы нашли еще одну старинную вещь цены немалой сделано тоже в ссср даже с паспортом он был с паспортом цена кстати в советское время 28 рублей это очень дорого это прилично причем это с 20 до 4 мм и до страны уже регулятор да потому что у нас как бы стоял на 24 ки если не память изменяет точно такой же и для сравнения современные без паспорта грамм какой-то это это генератор фирмы mitsubishi надежно по виду не скажешь чете здесь как бы появишь ломан полностью полностью то есть как бы все вот эти вот у него значит электросхемы спрятана вот здесь вот под радиатором и все представишь вас там просто понедельник сделали ну вот что понимаешь на века вот на века что делалось да в общем а да прогорела до прогорела такая ну на самом деле такой это на самом деле не страшно потому что у нас есть еще несколько там у нас еще ремкомплект есть еще выбрать есть еще выбрать так что сейчас все это будем дело воссоздавать и пробовать запустить в сток что было хорошо надо приступать и гидель но мы лишь перед этим предшествовать три часа колостальных нравственных страданий причем кстати больше всех страдал димыч на мне хотелось чтобы было все по оригиналу да-да-да-да-да-да я уже я уже реально я уже почти был готов сказать что ладно хрен с ним ну давайте мы современные туда впаяем и в рот его компот а вот дима часто всего только оригинал только оригинал только сток все пузова красавчик спасибо что остановит вот так сгорело сопротивление неплохо я понял мы сейчас из трех один будем собирать да он здесь обрыв сопротивления я понял руки хорошо так нейтраль не все огонь так это надо что у нас сейчас 12 8 ну а наш раз я петь выключу о твой салады тебе страшно нет георгий саныч на 12 8 сейчас возбудилась амперметра до амперметра хорошо час 13 потребителями у нас получается 13 и здесь все огонь 13 2 видишь смотрел на холостых все равно к нулю стремится но для этой машины это нормально то есть у него 12 при включенных потребителей это нормально пара пара не мигает ну смысл по вольтметру все стабильно я вот печку включил на максимум на максимум но у нас есть заряд это холостые холостые шо это холостые 12 8 12 9 почти 13 ну да вот ну 13 огонь а стабильно и не выпадает как раньше вот что еще за мной я все все выключил ну вот 14 13 половины это холостых на холостых вот фары 13 13 3 это какой чисто ближний это а вот дальний дальний да но дальний да ну 2 ну слушай я лазу и и она в принципе так и должно быть добыть и на этих реле регулятор там холостых оборотах просто из-за низкой мощности генератора не такой производительный 13 1 и 2 на холостых но это же даже даже не генератора динамо 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 тем более да еще старинная а почему перезарядки нет помнишь перезарядка ну там регулятор напряжения неправильно был настроенный поэтому реле не отрабатывала вовремя и он уходил перезаряд плюс резистор ну загоревший и контактная группа обгоревший тоже влияла на работу тоже механика ну да все теперь магнитные поля там все четко надо было все пропаять да все почистить да все божило да мы лохи почему лохи просто приехали к людям которые знают умеют это делать что ты сразу мы-то лохи ладно ладно что люди разобрались главное раз уж у нас сегодня все так хорошо прям решили и лампочку подкапотную понимаешь воссоздать там не механизм был такой уже как бы плохенький подвергся чунингу да а и димыч говорит что теперь ты придешь участвовать капот в темноте на трассе не могли бы уточни одной мужественной рукой подержать плюс давай до что новым вот и опусти да я провалил не должно да это меня меня убить невозможно смотри это включено да включено включено это выключено это огонь саж какая технология работает по принципу вот это жилыга она просто толкает контакт к лампочке чисел на контакт потолкнула лампочка вкл загорелась контакт убрал технологии камень на случай войны даже если будут использовать оружие какой-нибудь радиоэлектронной электронной борьбы до сада я думаю то нам все будет ни почем против лампочки она будет без сильно да мы огонь огонь надо теперь обратно на место прикрутить сейчас привернем и пользоваться будем красота оп все цари работой атмосфера такая сразу теплой хочется сразу что-то помазать починить что давай клапана отрегулируем как лучшие времена можно еще раз ну да как затвор автомата как затвор да прям а к 47 все на случай войны можно же крутится крутится не имею ввиду что можно же направить направить в фейс допрос допроса на заведен на противник на противника а тут так и это ночная настройка клапанов интим все хорошо очень удобно теплый свет ламповый свет и главное все починили и что самое немаловажное пополнили так сказать аллею славы там в к в клиентской всякими реле регуляторами старенькими в музее в музее музей да так что если кто-то захочет на старинные вещи посмотреть welcome welcome планерной улице дом 15 планерной улице дом 15 корпус д стартер спб ссылки в описании я рубрика в гостях у турбинщика димона понимаете шли мимо вот просто здравствуйте да буквально уже шли понимаешь ли на выход на выход да зацепили здесь а здесь да такая история замечательная turbo логаноиды логаноиды пусть живет у вас романтика в сердцах я не знаю че спеть лучше я уже пил лучше скажи видишь ручьи давай это турбина евро 5 с охлаждением к 9к рно пижо citroen но педы пижонская комбашка женская полтора литровая это у нас уже нового такая последнего образца с водяным охлаждением можно я просить перебью значит вот эти пуптики это я хорошо евро 5 кей все дела но мне кажется это еще один лишний так сказать способ антифризу попасть в масло и чтобы наступил полный катарсис а вот тут кстати не вынужден не согласиться немножко не знаю насчет вот этих именно вот этих турбин но допустим все турбины например часто очень проблема mitsubishi l200 да ну что ж ты делаешь надежный автомобиль я просто к чему говорю турбины и регуляторы напряжения не нет турбины хороший турбины вообще там с носу нет если правильно эксплуатировать я в плане то что антифриз с картриджа попадает в масло здесь практически никогда не попадает чтобы попал с картриджа с рубашки охлаждения антифриз в масло также смешаться в турбине нужно взгреть мотор я не знаю чтобы пластик весь стек вот это у нас был один раз человек на l200 на pajero sport приехал к нам с охлаждением они выпускались один год всего эти турбины с охлаждением приехал для ребятам ягод все пипец сам турбина рубашка лопнула антифриз туда его как так я бы не бывает такого мы экспериментировали с этой ерундой даже газом грели он говорит не поверишь где-то ягод в лесу пробил радиатор вы вытекли сентифриз где-то ягод ехал без него это так как я ехал по болоту гайта я короче перегрел мотор и хапнул воды и только тогда лопнул этот картридж и попал ой но есть и надежно понимать все надежно здесь сделано для того чтобы еще в очередной раз у дороговизна ведь рубины чтобы с людей поснимать побольше короче предыдущая к 9к внешне выглядит идентично практически то же самое защелкивается патрубки тройной этот фланец там вакуумный клапан все одинаково стоит новая турбина там предыдущие 35000 рублей да вот это турбины уже стоит полтос а если поставить без водяного охлаждения водяного охлаждения не сделали хитро они сделали подачу масла несколько с другой стороны ну то здесь слив у нас идет а бреста у них маленький поворот вот маленькая а еще не подойдет и на колхозе николы одинаковые ну единственно что здесь в валу поставили два поршневых колечка в старом одно поршневое колечко то есть немножечко усовершенствовали тем самым как бы этим охлаждением и у дорога ведь сделали дороже тысяч на 15-20 а на колхозе никак хоботы нет отлично здесь только если наоборот их глушить нахер и все хорошо что у нас есть час старый советские реле регулятор абсолютно согласен вольга ставить место на я понимаю ампутация а нифига себе я понял такой генератор разрезания средства наказания ну что оставляем для леи славы этот нам уже не пригодится но кто же вы видите паспорт да только не утилизируйте мне больше всего конечно нравится стартер смотрите вот кодекс законов о труде рсфср да да ксер копировать себе ну чтобы было тебе нельзя ты сразу открываешь и начинаешь про депутатов читать мы вас искренники говорится благодарим сюда пожалуйста все до новых встреч поехали поехали а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok